окей всем привет это папа смит ваш любимый и и и возможно не очень любимый сегодня у нас что-то вроде подкаста я хочу скопировать знаменитых подкастеров но на самом деле интервью с моей старой молодой красивой подругой любашей дресковой которую я вытянул еле-еле издалека она живет у нас в замке за городом москва и добиралась сюда целых два часа по пробкам вот любашь молодежь сейчас не знает даже кто ты тоже как и не знают кто я поэтому нам надо представить тебя и расскажи вкратце о своих расскажи вкратце о своих регалиях в спорте я знаю что ты в спорте уже около 20 лет хотя тебе всего лишь 23 с малолистом начала продолжить я занимаюсь 14 лет мне 27 23 зачем ты теперь это 23 23 да 23 выглядишь на 22 отлично отлично я сама не помню этих регалий я не за регалиями все это делала мы топим горим за этот спорт здоровый образ жизни за саму идею самая основная заслуга которая коротко отображает все достижения наверное то что я наверное одна из первых девочек получила карту а тебе сейчас действующие про действующие выступающие но про 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 статус у тебя есть перебью тебя ты же пришла из пауэрлифтинга или ты начинала положительным нет я не начинала парочный я просто выполняла разряды ну выполнил потому что мы потом дополним любая тренируется с катастрофическими весами они тренируются открыток у всех своих ну да точно дошла до этого уровня тем не менее ты ведь была призах народ классик в качестве body фитнес и бикини представляете две номинации она просто была топовая я ее помню она была одна из ярчайших во всех магазинах то бишь и журналах съемки были шикарные поэтому яркая спортсменка и у нее есть свой инстаграм в котором она сейчас отдает предпочтение обучению и к этому мы перейдем чуть позднее а сейчас я просто хочу рассказать про то что меня зацепило где-то несколько дней назад в stories ты выложила такой тематику по поводу до девочек которые переборщили в какой-то мере с железом что-то имела ввиду расскажи потому что меня эта тема очень сильно цепляет я болею за эту тему и потом объясню со своей стороны расскажи что именно там было такое связи с тем что мы в этом спорте десятки лет и так могу рассказать да и мы видели все пути становления когда человек только начинает увлекаться этим спортом что его поглощает и к чему это приводит на связи с тем что на данный момент наш спорт как бы к нему никто не относился мы называем его спортом мы имеем ввиду железный спорт железный спорт до стал достаточно популярен то есть на тот момент когда я выступала он только-только считался сначала как мы считались фриками на и впоследствии когда появилась категория бикини и мэнс физик это стало масло мы говорим о женском женском мы говорим о мужчинах мужики всегда были фриками соответственно есть определенная проблема которая сейчас на данный момент она является актуальной потому что люди не понимают куда они идут люди хотят быстрого результата девочки 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 мальчики хорошо мы берем девочек девочки хотят быстрого результата они хотят видеть картинку и сейчас связи с вот этими соцсетями да очень тот кто умеет продавать девочка обладая определенными генетическими данными продает то что ей уже по факту грубо говоря да она выдает ее за собственное достоинство это собственное достоинство и все мы хотим а-ля быструю таблетку какую-то счастливую до которая даст нам какие-то возможности и максимально быстрый результат вот и цель какая цель какая цель у всех разные цели да по факту внешний вид какой-то внешний вид какой-то идеал которому человек стремится и мало-мальский какой-то тренер который чаще всего в чем проблема в том что девочка желая иметь какую-то форму приходит к тренеру какой-то жесткой конкуренции и какой-то жесткой жестких требования к самим тренерам сейчас нет кстати хорошо что ты прям поподробно сейчас большинство тренеров это и пешники это любой человек может просто завести и прийти в любой трижерный зал и работать совершенно с низкой квалификации отсутствием квалификации вообще получив сертификат за три месяца он приходит в какой-то там спортзал я говорю как владелец по залу у нас таких нету у нас более-менее прокрученный брать но были в моменты которые приходят молодые тренера где поздно теме этого раз практика есть нет и как ты говоришь приходит девочка к такому и пешнику приходите к такому пешнику они обещают естественно как продавать да ты обещаешь результат быстрый результат за сколько ты можешь что сделать это маркетинг обычной продажи соответственно у девочки начинает что-то получаться особенно если есть какие-то генетические данные и такое чудо тренер как появляется вообще сам вот ты готовил спортсменов наверняка подтвердили что изначально тренера выбирают породистых лошадок генетически одаренных девочек до которые имеют определенный скелет определенные крепежей мышечные и значит с ним особо как кости есть возиться меньше на кости есть мясо нарастет вот соответственно такой тренер часто какой-то бывший там условно бывший спортсмен у которого что-то не удалось но которого сохранить какие-то амбиции и он начинает эти амбиции реализовывать через таких девочек что впоследствии приводит к не очень хорошим последствиям как и каким именно девочка начинает трансферн трансформироваться немножко то есть у нее идет как там называют сейчас по модному боди композиции или что-то такое там новые такие научные и и и они доходят до стадии какой сначала не доходят до первых стартов принципе ты дошел до первых стартов и впоследствии тебе говорят тебе не хватает еще чуть-чуть вот здесь старта мы имеем ввиду выступления на турнирах тебе не хватает еще чуть-чуть вот здесь еще чуть-чуть вот здесь еще чуть-чуть вот здесь и давай мы все сделаем немножко дельты немножко бизнеса бедра у здесь вот талии надо плиту и девочка начинает стремиться каким-то вымышленным идеалом пренебрегая определенными ценностями такими как свое здоровье да потому что человек идет к результату как определенной идее что вот я побею когда я достигну результата когда я сделаю там чуть чуть побольше чуть чуть поменьше я выиграю эту первую медаль тогда будет что-то ничего будет я поднимусь на уровень и тому подобное да но она преследует определенные желания то есть она думает может быть я стану звездой вот я заработаю эту медаль плюс вокруг нее общество которое везде все блещется тут значит некоторые тренера чемпионок который чемпионка же на международном уровне и все смотрят им на попу и все кричат хочу такую но мы не сказали о главном то есть ты подвела к этому бы ты не сказала к чему приводят их тренера к тому что они толкают девочек на использование анаболических стероидов которые сейчас кстати попадают под статью определенную и тренер рекомендующий своей спортсменки или спортсмену использовать он автоматически попадает под статью не помню как 28 помню указать о дух ли это я просто вам говорю ребятки тренера гуру которые не знают я вам предупреждаю сейчас это стало мосмаркетом сейчас никто не видит во временном отрезке к чему это приводит и к чему какие последствия могут быть после во первых это ложные цели когда ты добиваешься какого-то чемпионства это тебе дает ровным счетом ничего извини тебя перебью значит почему ты знаешь о чем ты будешь потому что была на арнольд классик на международных соревнованиях ты крошила там турниры татата да я там ты была на всех журналах самых популярных культуристических у нас и тому подобное поэтому ты знаешь о чем ты говоришь настоящий практик да я знаю чем я говорю люди которые добиваются успеха они успешные сами по себе да то есть они используют этот спорт какие-то свои здания чтобы создать некий продукт успешный имидж продукт да то есть они создали бы это независимо в этом спорте не в этом спорте просто сейчас это мода и это все-таки действительно если к этому здраво подходить это здоровый образ жизни на такая некая культура тела абсолютно вообще культура тела данные не какая-то там фриковая стайна культура тела культура питания он выбрал он такой определен конечно это как у нас это все я заговорилась это можно быть убрать иначе еще ничего просто говорили что они переключаются на эту культуру и и нужно некоторым делать выбор то есть если девочка хочет девочка или девушка уже выступила пару раз и она хочет идти дальше и тут наступает момент трансформации то есть я почему когда посмотрел твой истории со мне захотелось эту тему раскрыть почему потому что ты сказала что идет трансформация у девочек от использования на болезни стероев о которых они даже не подозревают почему потому что эти тренера гребаный гуру они не предупреждают милая моя а у тебя будет и пошли по тем самым вторичные половые признаки письмо мужской растет это раз потом волосы растут не только на попе на руках там и тому подобное это самая мелкость волосы выпадают начинается дисколоризация волосы жестее жестче становится речают кожа сухо сухая значит и самое интересное и первая стадия грубеет голос вот сейчас тебе скажу тебя тоже грубые ноты просто сейчас не сказать что она сама такая по поводу голоса мы сейчас перейдем я хочу просто сказать что многие девочки начиная тренироваться железом они как алкоголики то есть ты говоришь да ты классно выглядишь она когда нет ты не понимаешь это в моей практике было очень много то есть у меня были спортсменки которые нет на дачу я говорю не надо остановись нет вот мне надо ну раз тебе надо хер с тобой и раньше это все происходит и вообще на чем рассказать основан наш спорт от внутренней недостаточности внутренней пустоты что во мне что-то не так что я кривой вам не нужно что-то исправлять и вот это вот внутренняя недостаточность очень часто из-за этого внутреннего внутренней пустоты человек теряет границы ему кажется что он как иллюзия он создает себе иллюзию что когда он что-то исправит он наконец запомнит эту пустоту и он станет цельным так вот чтобы человек не делал со своей внешностью это говорю я как обладатель там 11 операций не получится это не так работы поэтому в этом спорте к сожалению можно совершить такие ошибки которые необратимы сейчас рассказываю свой опыт я не буду говорить не название организации федерации не имен ничего да просто путь который уже пройден десятилетиями да когда девочка это все люди которых лично я знаю также в течение двух лет приема анаблички стероидов течение двух лет еще изменения были не так видны с тренером по совету тренеру естественно да их это они были в сборных готовились в категорию бодибилдинг превращались уже в то что они превращались заходили в раздевалку в темных очках плакали потому что в раздевалку и на виду гример куда пример где мы все пряди переодевались они плакали это были большие женщины большие большие сухие женщины которые плакали и говорили меня боятся дети я захожу от меня убегают дети дальнейшем эту категорию просто отменили мы говорим о бодибилдинг мы говорим о бодибилдинг да это прибыло при мне отмена ввиду чрезмерные мускулистости и потери женственности вот такая была да и они еще это преподносили как это не то что привлекает людей в этот спорт совершенно верно и этих девочек перестали брать даже на работу они уже как говорится трансформировались по максимуму они уже все и что с этим делать то есть человека потом не знаю вырежешь не вырежешь это становится тогда на тот момент это стал спас это стало неким фетишем и они работали уже просто определенный секс индустрии чтобы форма индустрии подобное но также приведу свой пример я когда переехал соединенные штаты то мистер америка рик полсон который меня пригласил его первая супруга умерла как раз от передозировки анаболических стероидов от трансформации она как раз прошла всю эту стадию я как раз захватил она вот 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 только ушла на ту свет он мне показывал фотографии было прекрасно и красивая дама потом ее потянуло он использует но мужик они в парах выступали он она это у нее выпали волосы рак и быстро угодно тот свет я сама прекратила выступать ровно по этой причине потому что когда я уже перешла в про я вступала в европе первый чемпионат про у меня был и дальше мы поехали в италию и вот в италии таких девочек которые были там их даже ну как бы не показывают не журналах нигде внегласная сортировка было просто написано имя чудо вывели на сцену они очень страшные страшные я думала или им лет по 45 как потом выяснилось 7 по 20 по 23 по 24 у них нету волос они там просто начался и тогда еще не было наращивать цепляю там наращивание что сейчас так вот как сейчас там такого такой тогда сколько-то было лет назад 6 тогда такого не было еще они так популярны и полностью мужские голоса очень грубая кожа очень грубая кожа да то есть это как но это как вот ты когда разговариваешь с кем ты говоришь то есть у тебя и у себя происходит с ориентацией ты не понимаешь что кто это мужчина женщина то есть это просто не определенные не определенное существо да но в силу того что в европе достаточно большая толерантность им нормально они нормально себя чувствуют они не чувствуют себя то есть как вот ну про них вообще говорить не будем у них как три папы 10 мам мы сейчас обращаемся к нашим девочкам к нашим девочкам молодым и хочу просто перебить еще у меня например было что мне писали девочки по 15 лет 15 лет и она говорит я хочу выступать бодифитнес вот я вот посмотрите смотришь в instagram ну талантливый а мой тренер сказал что мне нужно использовать гормон роста я твой тренер дебил урод передай ему привет от папы смита и я тебе как отец как старый тебе говорю ни в коем случае не слушай его и пока ты хотя бы не дорастешь до 21 года ни в коем случае не садись и ничего не принимая но выбор тобой с тобой многие слушаются но есть единицы и опять-таки есть пример у меня прям здесь у меня в зале была девочка которая приехала прекрасное тело от природы женька тоже ее знает знает вот я ее попытался к себе в команде пойдешь ко мне в бодифитнес тогда как раз я еще готовил и мое имя как тренера светилась она нет я пойду там к звезде и называет имя звезды которые мы знакомы тоже тренера вот я говорю имея ввиду тебе предложат не делай не используй да я типа сама разберусь через полгода она пропадает она тренировалась у меня в клубе пропадает ее нет полгода или год или не видно потом мы встречаемся на каких-то соревнованиях подходит ко мне изменившаяся такая 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 уже женщина такая красивая все еще и она говорит ты был прав я пришла он не сказал я использовал через полгода у меня рак груди мне удалили одну пришлось удалить вторую сейчас у меня импланты я внула как ты собираешься возвращаться говорит да но это вот немножечко по-другому я ее больше не видел никогда что она куда-то возвращалась но сам факт вот вам доказательство прямое тупости глупости и стремлению к трансформации как говорят нам это вот не безгранично что она достигла загубила себе здоровье вышла ли она на сцену нет загубила ли она свою молодость однозначно девчонка была красивая очень яркая ну как бы вот вот так вот проблема в том что люди хотят быстрых результатов сейчас все в спорте у меня тоже там есть подружки которые дорастают до моей мышечной массы за полгода то есть мое мясо же как бы ничем не профиешь мне ну да у вас и нарушена нарушена в спорте там 23 года я 23 года каждый день без перерыва я в режиме ну тоже днк по генетика называется поменялась днк у тебя уже мясо прирост натуральный хотел добавить как раз они не хотят быстрого результата многие из них приходят они ничего не знают они как дети малы и они попадаются к уроду тренеру опять-таки повторяю который говорит что без этого результата у тебя не будет это факт 99 процентов рассказывает девочкам что без использования ас у них ничего не будет понимаешь эти девочки они смотрят в рот этому дебилу который подсаживает первое из-за того что ему надо заработать на этом во вторых как ты говоришь что не достиг собственных результат и без этого 0 если он высунет иголку то он просто сдуется и будет тварь худая и ни о чем на и вот я при я почему так говорю потому что вокруг и около такие есть некоторые которые очень популярные которые учат и у них там блоги и тому подобное и мне иногда приходилось подписывать и говорить что ребята не забывайте он на а вы без не достигнете поэтому и к этим же гуру обращался и говорю ну ты хоть когда говоришь ты хоть это добавляет что ты на витаминах сучок и все и некоторые поплачивались за это то есть те же тренера там болезнь у них начиналось этого и потом они вдруг всплывает и горит да вы знаете я использовал хрен с ним если ты говорится пытаясь обелиться сейчас насколько ты загубил людей я знаю людей которые умирали под знаменитыми тренерами уходили на тот свет день чп было время ничп но это же жуть это просто яд это просто яд который тот либо сохнешь либо сдохнешь это много чего было ну короче мы оба знаем примеры я немножко больше в железе уж 35 лет туда-сюда я от этого используем витаминов отказался девяностом втором году конкретно почему по нос как ты я увидел я это и понял что зафиг нафиг она мне нужно вот но самое главное вот тебе второй вопрос можно ли извини что так перескакиваю привести женское тело в тонус без железа что я имею ввиду то есть иметь красивое в тонус молодое тело без железа вот занимается аэробикой резиночками там это зависит от генетических возможностей ну да есть у кого-то согласен кто-то может вообще ничего не делать у него будет бабушка по деревьям лазила попа у него красивая там в африканские кита предки да но все таки берем генера general population как говорится вот основную популяцию можно ли без железа быть в тонусе используется такой тонус тонус это вот я тебе берут и плотненько берешь некоторых тренеров там по аэробике да там где в девчоника форме там за попу и грубо выражаясь она мягкая как вата это не тонус совершенно верно поэтому вопрос просто напрямую тебе еще без железа может ли женское тело быть в тонусе и мы говорим о тонусе которым который мы который приятно потрогать прицель сексуальная красивая плотная да если что ты имеешь наполненность наполненно конечно не beautiful вот вы слышали да то есть прыгая с резинками через голову на смех волос сухими но это не то что хочется пожаркать совершенно верно это правдивый ответ и согласись я же тебе ни денег не платил что ты сказал то есть я все время придерживаюсь только так они приходят дамы и говорит я хочу вот вот такой ты такой не будешь потому что ты не используешь железо и и не хочешь использовать ну а можно ли вот там резинку потянуть или кросс фит аля кросс фит игру вообще не ко мне это вообще до свидания третий вопрос а сколько у нас по времени это не смотрела супер давай еще следующий момент девочек которые стремятся к определенным стандартным критериям да тоже рассказываю случае из опыта эти критерии менялись прямо на соревнованиях то есть ты готовишься к определенным параметрам это было в моей практике это было когда появилось только бикини у меня организм после нескольких сезонов уже сдавался да а в чем преимущество анаболических стероидов что что ты делаешь себе агамот гормонозаместительной терапии а свойства женского организма вынашивания выживания намного эта адаптация она намного выше чем мужчин связи с вынашиванием и соответственно чем же имею ввиду дольше длиться я имею ввиду мы быстрее адаптируемся способ возможность адаптироваться к нагрузкам к диетам у нас выше ну потому что вы как кошки у вас 9 жизни потому что мы предназначены для вынашивания в природе соответственно когда мы начинаем относиться к себе по-мужски что это значит это отказываясь себе постоянно зажимая себя в определенные рамки стремясь каким-то короче когда мы действуем по мужскому алгоритму когда мы делаем не в кайф когда мы делаем потому что надо и чем больше ты себя зашимляешь ущемляешь тем больше тебе тело впоследствии даст откатов то есть приучаете себя в грубости группа мужской группы много другом когда мы когда мы к телу относимся именно таким образом потребительские когда мы блокируем свою интерцепцию интерцепция это то что сигналы тела которые ссылаются тебе в мозг и ты отучаешься чувствовать голод чувствовать жажду ты отключаешь себе все сигналы которые идут тебе от твоей интерцепции называется интерцепция от природы природы природную потребность организм соответственно девочка теряет чувствительность потому что твоя чувствительность нервный ты гаси что нервный сигналы сайнера системы это научно доказанный факт я сейчас говорю просто пытаясь сказать это простыми двери языком да чтобы просто было было понимание соответственно вот это вот нарабатывание качества оля воли и преодоления она откуда идет она идет от то от внутреннего состояния что еще нам дает спорт да и отвечаю сразу на твой вопрос который ты мне хотел задать что что мне дает спор что вообще дает спорт когда человек испытывает долгосрочный стресс не краткосрочный стресс краткосрочный стресс он положительный выделяет много адреналин это гормон стресс хищника когда он увидел догнал победил победил это картосрочный стресса он участвует в нашем развитии да и соответственно это все круто и замечательно когда стресс долгосрочный для поддержания вот этого вот этого состояния когда ситуация долго не может решиться кортизол у нас начинают меняться гормональной системы то есть мы постоянно вырабатываем кортизол у нас вырождается связи с этого синдром усталых надпочечников связи с этим меняется подстраиваться гормональной системы там недолевидное тело кричит страх страх страшно страшно все это если наша психосоматика да то есть вся кровь у нас отливает от органов желудочно-кишечного тракта все болезни от нервов вот они идут отсюда потому что тупо наша система переключается переходит из не переключается в парасимпатику в режим расслабления восстановления соответственно наши мышцы наполняются кровью кровь глюкозой и мы должны куда-то это выплеснуть сделать действие потому что наш организм готовится к ответ затратить энергию затратить энергию и то что дает спорт если ты не можешь активно решить ситуацию которую тебя не решается ты можешь компенсировать это через порт ты можешь спланировать в действие свой стресс реализовать в действие пока не забыл можно пипе перебью надеюсь не собьют или именно поэтому девочки многие девочки которые прекратили выступать профессионально или и сама их разносит на хрен достать килограмм и они ходят такие пышки я хрен я говорю любимая моя ты же так выглядела 10 лет назад какого хрена ты не можешь взять себя она не может именно по этой причине потому что раздолбанная эндокринная система полностью расшатаны все правильно нет как у нас есть база на спорт это средство при помощи чего мы можем решить определенную ситуацию но спорт не поможет он смой он поможет тебе выработать модель поведения что такое модель поведения я каждый день я поставил себе цель каждый день я делаю маленькие шаги я беру эти мои железки маленькие большие неважно я прислал увеличиваю здесь уже стратегии это неважно я присутствую здесь сейчас я каждый день как по франклу да знаешь такой франкл который психотерапевт который прошел эти констагеря и нет по фрейду по франклу очень очень рекомендую тебе хорошо этого автора соответственно в чем смысл в том что бери под контроль то как выйти из самых критических ситуаций бери под контроль то что ты можешь контролировать контролирует и может свое тело и вот это вот даже то подготовка к соревнованиям там несмотря на результат она дает систему она дает заземление то что ты каждый день делаешь маленькие шаги на к своей цели ты понимаешь что ты делаешь берешь что-то в свои руки касаешься этого придерживаешься определенных обрезанного питания это дает тебе дисциплину и в процессе этой подготовки ты нарабатываешь такие скилзы и навыки качества личности которые ты можешь применить уже в любой сфере и то есть как сам знаешь когда тебе плохо иди качайся почему это работает потому что у тебя есть отложенный отлаженный уже автоматизм алгоритм ты заземляешься ты фиксируешься согласен я забегая наперёд все равно почему они толстые тогда что они не могут пойти в зал и взять именно в руки то что они брали 10 лет назад они им нужно было где-то это компенсировать они это компенсировали либо в железе сейчас они это компенсируют в еде в еде им просто нужно средства при помощи что они не хотят и морально ослабели или они думают да ну его нафиг я разочаровались ну как можно разочароваться и смотреть на себя в зеркало вспоминать какая ты была и сейчас ты на 30 килограмм больше ты такая ну то есть при мужа который говорит да ладно ты мне и так нравится или что нет там другая мотивация сначала смотри или же все-таки это уже не способность вернуться хотя бы приблизительно в ту форму которую бы она хотела потому что эндокринная система факта можно восстановить сейчас все можно восстановить сделать операции голос изменить в турции если что есть врачи которые изменят голос ты связывалась меня уже так подожди извини так набегаю может ли измениться голос девушки занимающихся железом без использования на баллиске стероида она может заболеть как я это шутка но все равно девушка не использует анаболические стероиды активно занимается у нее же все равно тест тест поднимается но если она я я не до кренолок я не могу тебе сказать как по научному это да тем более не было прежде чтобы мы с тобой точно так вы сказали да или нет это должны быть нужно провести научные исследования нужно взять экспериментальную группу которая занимается считаю что не было такие группы которые а я уверен вот я папа смит долбая долбоящий которому никто не верит я я вам говорю что я уверен что девочка которая с нейтральным тембром который занимается активно спортом переключается как ты говоришь на андеграунд нас вот все она прям спортсменка стопроцентная она использует добавки режим сон питание живет как они в себя это что у нее обязательно будет меняться почему потому что она переключается на мужскую грубую силу и у нее уже и ментально она в железе вся понимаешь поэтому я уверен что тест повышается женские гормоны немножечко повышен понижаются и соответственно не будут так но не так сильно все равно так изменены как это будет немножко я не говорю что извини меня как у меня нет но чуть-чуть измена до 100 процентов будет наверное на какие-то децибелы будет но вот скажешь лишь раз когда я буду спрашивать папа смит сказал что значит точно исследование нужно ладно хорошо у меня все вопросы когда эти которые как бы еще исчерпали ты сейчас перешла на психосоматику давай уже плавно давай подытожим 1 значит к чему вообще ты в stories призывала девочкам или почему тебя это так задело меня это задело где-то отдельно тебя пошел на тебя начали нападать это не начали нападать что я гомофобка я честно говорю там ебитесь как хотите как разница на действительно кому какая разница почему как вообще можно кого-то ненавидеть сексуальную ориентацию какая разница если только жопой на лицо не садишься кому-то не хочет тогда разница что живите как хотите это выбор каждого абсолютно абсолютно без разницы может быть тебя начали хейтить и потому что девочки которые как раз меняются трансформации они в большинстве своем любви янке а и подчеркивать ты как бы не прием лишь это и они говорят я может быть из-за этого просто момент связаны с войной и все мы значит русские очень хорошие люди но не суть смысл в чем смысл в том что сейчас мы сладом в этом спорте правда десятки лет мы видели что будет что как это начинается на каком ажиотаже человек это начинает делать и к чему это приводит связи с тем что этот спорт сейчас последние десятилетий стал очень популярный употребление анаболических стероидов стала массовым то есть мы говорим только женском мы не говорим про мужской мужской час набору падает мы говорим только фитнес бикини и body фитнес и анжелс там вот эти все но почему что связано с красивыми девушками на сцене сейчас говоришь про сцену я сейчас говорю просто об обычных клиентах зал который приходит который приходит зал ну все тогда мы говорим о массовости я сейчас говорю именно о массе трансформации тела все почему это опасно потому что сейчас употребляют анаболические стероиды прям просто все с порога просто с порога заходит и употребляют и они даже никаким образом не вникают что это зачем это это уже как попить протеин да и к сожалению это безграмотность не отслеживание во времени что это как и как повлияет это на человека да если ты хочешь заняться этим серьезно займись этим этими вещами с врачами с эндокринологом для отслеживания твои результаты где ты будешь мониторить что с тобой происходит занимайся этим профессионально подконтрольно честно я не против анаболических стероидов в плане того что они выведены для определенной поддержки людей в период реабилитации то есть у них есть прямое назначение для дискрофика для когда ожоги большие анаболические стероиды спасают человеческий организм и тому подобное они для этого были конечно а бодибилдеры и переключили на свои нужды для превращивания мышц масс ты-то сильно конечно я я я значит про карта получила без я пробовала только как сандролон вот когда готовилась про все слышали да не вздумайте принимать эту гадость хотя многие тренера будут говорить вам что это для детей и тому подобное в маленьких дозах и тому подобное для детей для детишек это они же как говорят они году вот это вот это вообще ничего это два дня подписываешь до мелда это два дня подписываешь и все это для долбоящеров которые заряжены по 400 миллиграмм не буду говорить чего каждые два дня и у которых жопа уже вот не буду стучать по столу каменная для них это конечно ничего но для девочек это чувствительно и я знаю трансформацию у меня была одна тренер ну как вот прям на глазах недавно которая пришла сюда ко мне работать выступая была чистая я аплодировал и говорил я восхищен то есть она нам на массе потом у нее появился тренер и вот он есть который весь заряжен просто обзаряжен который у себя удалил там эти бич циц как это гинекомастию вот что-то он начал добиваться каких-то признак соответственно он искал же тебе тоже надо и она на глазах поменялось у нее выросли шкулы буквально за два-три месяца у нее огрубил голос у него волосы начали такие конечно я смотрел и говорил ну вот как раз про то что говорила люба вот поэтому резюмирует то есть на хрен это надо или же делайте выбор или обращайтесь к грамотным тренерам или же сразу к врачам вот это же все сказал а я бы сказал так ребята для того чтобы использовать запрещенные препараты вы должны как минимум пару лет попробовать натуральный и это в зависимости от того если вы мальчик 17 18 лет не или девочка 15 девочки развиваются до 21 года генетически у вас попа может в 20 лет вырасти а 18 не быть мальчики до 25 лет грёбаные развиваются поэтому если ты дебилоид 17 лет начинаешь использовать анаболистские стероиды ты автоматически меняешь свой днк эпифакин генетика называется если не верите мне старому долбоебу посмотрите что такое эпигенетика это изменение днк в процессе того что вы делаете если ты сука алкоголик твои граждане покупайте отечественные поддержите нашу индустрию дети будут алкашами и генетика у тебя меняется в процессе того что ты бухаешь также с астероидами не верите мне хорошо слушайте своих гуру не вопрос вот а так после 25 лет и трех лет использования железного спорта вот тогда ты говоришь я остановился у меня плато я использовал систему любы там же они там папа смитно дрочил на свои многоповторки три года уже ничего не растет обожрался 5000 калорий вот тогда идешь к терапевтам они тебе говорят да ты долбоящер вот тебе там вот два укола попробуй и пробуй пожалуйста это самый здоровый способ использования этой гадости а так она запрещена из-за нее можно получить срок если вы кому-то ее рекомендуете мы категорически против поэтому будьте здоровы тренируйтесь вот так а теперь вторая часть мы давайте